Всем привет! Я по вашим запросам снимаю Back to School, возвращение в школу. В Америке в школу возвращается не 1 сентября, а 13 августа, по крайней мере во Флориде. Сегодня у нас школьное собрание. Перед тем, как Сара пойдет во второй класс уже, нас познакомят с новым учителем. Если честно, я не думала, что у нее поменяется учитель. Либо так делают специально каждый год, либо так получилось случайно. И я на таком мероприятии впервые, поэтому ничего не знаю, что там меня ждет. Я постараюсь для вас снять и показать, что же там будет. Поехали. Парковка, как обычно, вся забита, поэтому люди бросают свои машины просто на дороге. Я сделаю то же самое. Вот припарковалась, и мы бросаем машину, идем пешком. Водим детей. Какая-то сумасшедшая очередь просто. Все стоят на жаре. Видимо, еще не запускают. Видимо, еще не запускают. Телефис на гнаде. Каком-то подписчатый картура. На эмоциональный картура. Знаем, что в последние детали из города учителя, это сейчас следует поворот. И мы неаем в том, что мы не знаем, и проведем. Мы еще не знаем, что в городе. Мы-писящем стране. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... И она говорит, что ей дали огромный список того, чего она должна купить на целый класс. Она говорит, там на долларов 40 ей обошлось все это. Я подозревала, что мы придем сегодня и нам тоже дадут какой-то список, но нам ничего не дали. И я видела, что некоторые родители шли с пакетами прям полных там карандашей, тетрадок, а некоторые пустые. То есть, видимо, это как-то выборочно происходит. Кому-то дают эти списки, чтобы покупали, занимались спонсорством, а кому-то нет. Я не знаю, как они отталкиваются. Но я уже знаю. У нас там есть, мне нужны никакие бумажки, нам нужна тетрадь, карандаши, ручка, линейка. И все. Там уже все вам дадут. На этом наше видео не заканчивается. Вы еще просили показать, что продают для школы в магазинах. И моя маленькая кукла Лола умерла. С головы. Приделы. И мы сейчас специально приехали в Таргет, потому что здесь обычно прикольные такие коллекции. Back to school. И я сниму для вас, что же такого продают. Да, и сейчас кто возвращается в школу. Сейчас все идут туда, чтобы купить разные принадлежности для вашего ребенка. Вот мы зашли в Таргет. Я буду снимать коллекцию для девочек, так как у меня девочка. Вот что предлагает нам Таргет, школьная форма. Вообще, как бы у них нет школьной формы, официальной. И все дети ходят, в чем придется. Вот действительно, в чем придется, в чем дома валялись. Даже бывало в пижамах ходили. Мне очень удобно то, что Сара может одевать любую одежду в школу. Это очень круто. Ну а так, если посмотреть на эти вещи, то они очень красивые. Это платье синее. Такое вот ниже колена. Я думаю, что это будет смотреться очень стильно. Гольф. Либо белые, либо синие. С платьюском. Еще юбки есть. А еще есть вот такие футболки. Красные, белые, голубые, синие. В цветах суперские. Однотонные, интересные цвета. Брюки тоже есть. Смотри, какая куртка. Кукла Лол. Смотри. Это на большую девочку. Но она такая крутая. Кукла Лол. Куртка. Ветровка. И она двухсторонняя. Можно ее носить вот с этой стороны. И можно вывернуть, носить вот с этой стороны. Смотрите, какой классный рисунок. Это для взрослых. XL. А вот смотри, какая детская есть. А это все размер. Все, я... Размер Сара. Сара. Все, я так вывернула. Подожди, подожди. У тебя вообще-то черная есть кожаная, я тебя покупала. Ну, она... Она на меня мала была. То есть в школу вы можете носить вот такие классные курточки. Еще мне нравится, что они очень классно в Таргете представляют новые коллекции. И одежда у них недорогая. Это детский отдел. Заметьте. В Таргете есть еда для собак, для кошек, но нету их. Да? Вот так вот. Вот еще тоже коллекция для девочек. О, давай, Палюска. Ой, беретик какой стильный. Класс. Да, это для рисования специально. Не для рисования, это такой принт. Как будто обрызгали ее красками. Если хочешь, ты можешь вот в этой коре. А смотри, береты есть серые и синие. Береты я хочу... По 9 долларов. 9,99. Ух ты. Мама, может, такой кошелечек? Скажи, парле францэ. Парле францэ. Наклейки. Ребята, это же четыре. Здесь наклейки и открытки. А нам нужно делать с тетрадками back to school. Вот, смотри, вот карандаши. Популярные карандаши. Тебе не нужны, потому что фломарь, есть маркеры, водяные, есть которые в ванной рисовать. Пойдем, вот, смотри. School office. Например, что здесь у нас есть. Вот уже распродажа. Все до пяти. Папки, тетрадки. Тетрадки. И вот разные штучки, школьные принадлежности. Кстати, они вот часто делают поделки в школах из прищепок обычных. Ты же делала тогда, Сара, самолетик, да, из прищепки? Да. Помнишь? Вот они их продают два доллара, разные прищепки. Разукрашивают их красками. Ну, если хочешь, тут уже есть разукрашенные палочки. А, палочки, вот еще, да, палочки разукрашенные. Вот такие, помнишь? Помнишь, вот эту штуку нам в школе дарили? На день Валентина. Они практически каждый день делают поделки в школах. Краски. Краски, кисточки. Ну, вот смотрите, буквы разные, картонные, которые можно разукрашивать. Сори. Кстати, пастельные, очень красивые оттенки, такие карамельные, розовые, персиковые, фисташковые. Очень красивые оттеночки. Вот, если вам нужны блестки, ведро, вот сразу много. Вот сразу много, по три, по четыре доллара. Четыре, да, округлили и четыре. Вот набор. Пятнадцать долларов, любой оттенок. Дощечки. Вот все, все для поделок. У них тут целое отдело. Даже скотулка. Скотулочка, да. Вот для браслетов. А здесь у нас разные скотчи разноцветные. И вот вот этот скотч я тебе показывала. Ну, а здесь опять же тетрадки. Альбомы для рисования. Мама, это не тетрадь, Сави, Вежим. А, это альбомы для рисования? Да. Скетч. Скетч. А, это клей для лизунов, да? Да. И вот эти клеи светятся в темноте. Боже мой, что только не придумают. Я мечтала. Тут целое ведро школьного клея. Да. Зачем так много? Мы звоним. Посмотрите, какие классные календари. А я искала такой календарь, чтобы были пустые строки, пустые квадратики. Заполнять их, ну, на холодильнике где-нибудь или на стене хранить. Смотрите, обычный, стильный, ничего лишнего. На каждый месяц. Пишите события, а потом перечеркиваете. Вау. Класс. А тетрадь ты уже выбрала? У тебя дома есть тетрадь с собачками. Вот блокноты. Такие блокноты. Кстати, у нас столько блокнотов дома, которые мне присылали вместе с косметикой. Позабыла? А вот, смотрите, стики Monday, Tuesday, Wednesday. И вот разные булавки, чтобы прикреплять события. А вот, смотрите, булавки в шпильке, или как их булавки? С зверятами. Да, и с зверятами. Да, и с зверя, я бы в расцеле использовала, как ожирение. Ой, Сара. Резинки, ценники. Пеналы, резинки еще. Точилки. Немного отойдем от темы, тоже в таргете. Вот сейчас проходим. Интересная вафельница для того, чтобы делать рожки для мороженого. Как круто! И еще делать, я так поняла, фруктовый лед. Вот такая вот штучка. Распродажи, потому что лето заканчивается. И теперь распродают разные летние такие вот ништяки. Это что у нас для мороженого. В общем, чего здесь только нет. Это тоже, я так поняла, стаканчики для мороженого, для фруктового льда. Я не могла пройти мимо этой няшки. Смотрите. Класс! Почему-то ананас не работает. А вот как-то. Пим! Ой, я не могу, супер! Какой кайф, какой кайф! Супер! Для декора здесь вообще, знаете, чего только нет. Вот посмотрите, как можно сделать красиво вашу спальню и поставить этот ананасик. О, как стильно! В рамку поставили нарисованную картину. Смотрите, мы сейчас вас удивим. 20 долларов. Картина на стену. Нарисованная. Как вам? Красиво, но мы такую не будем покупать. Я сама такую могу нарисовать. Правильно! Просто в рамки красивые. Сара, я предлагаю тебе нарисовать. И мы тоже поставим. Нет, не точно такую же. Свою. Красивую. И поставим в рамку. Вот смотрите, еще продают ланчбоксы. В школу. Здесь как мини-холодильник, который сохраняет тепло и холод. Да, вот такие вот. У нас есть, кстати. И к нему же идет рюкзак в школу, к этому ланчбоксу. Кто-то предпочитает давать детям с собой иду. Я тебе сейчас покажу то, что мы купили сарь в школу. Общий чек у нас 40 долларов. Недешево. Я бы не сказала, что мы много всего взяли. Так, немножко. Вообще существуют списки, которые родители приносят каждый год. У каждого класса свой список. Но нам этот список лично никто не давал. Ничего не говорил. Мы не знали, что нужно что-то нести. Только узнали от знакомых то, что они там носят в своей школе. А что им давали списки, например. А нам ничего не дали, но мы все равно как бы решили купить. Так, по необходимости. Я нашла все-таки список нашей школы. Он был на сайте. Но, видимо, это не для всех. Как бы для всех. Но кто может, тот приносит. Карандаши. Ручки. Цветные карандаши. Пенал. Но Сара очень захотела. Такой пенал. Можно было пластиковый найти. Либо вот такую сумку. Но так как мы ее сумку не покупали. Рюкзак у нее был. Новый. Я решила обновить ей пенал. Антистресс. Она очень думает о такие штучки. Потом они просят приносить санитайзер для рук. Цитрать. Обновенная. Обновленный такой вот. И папка. Еще у нас есть клей. Мы сейчас его добавим. Мама, нет, не надо клей добавлять. Нам уже дали. А, ну клей Сара добавить не может. Кто-то принес, видимо, из родителей. Так что, вот такой мини-набор. Можно было бы, конечно, там еще упаковывать. Еще много-много всего. Но пока нам этого достаточно, я думаю. И мы уже практически все выдали. КОНЕЦ